Микс Ньюс Микс Ньюс А меня, да, я из Талсы, из Курзума И очень горжусь этим Из маленького городка Очень хорошего, приятного Всегда я всем говорю, если вы хотите посмотреть Латвию, Курзума То, во-первых, вам надо поехать в Талсы И посмотреть нашу... Швейцарию, как говорят Маленькая Швейцария Я тоже очень люблю этот город Там художник Соненш жил раньше Я у него даже брал уроки Да, очень много там художников Таких, как Макс Ньюс Тоже, да, такие знаменитые художники В Латвии Так что советую всем поехать На выходных теперь посмотреть в Талсы Ну, а меня то... Да, я выросла в Талсы До средней школы И потом женилась И поехала в Ригу Почему? Потому что Ну, там негде учиться дальше Да, учеба для меня всегда была Важнейшим, что делать в жизни И поехала в Ригу Сразу не вступила там, где я хотела Так и бывает в жизни Ну, ничего Надо было поработать над собой То есть не все знала в то время Чтобы поступить Но в 2000-м, по-моему, в году Я вступила Вот пошла в первую ступеньку Чтобы стать юристом Вступила в Латвийский университет Юрфак Ну, там училась 5 лет Потом я поняла, что это тоже не все Мне надо что еще побольше Ну, и потом я уехала в Берлин На Хумболтиске Да, университет Хумболта Окончила там магистратуру Ну, тогда я поняла, что я Ну, вот, может быть, на этот момент Я уже готова стать адвокатом Ну, в 2010-м году То есть Ну, почти 10 лет Я училась, чтобы стать адвокатом В 2010-м году я сдала экзамен На адвоката Ну, и стала ПССМ адвокатом Ну, так что И, ну, на этот момент У меня побольше работы Как вот, как уже говорили Я президент Балтийской ассоциации Транспорт и логистики Ну, мы видим, что происходит Насим транзитом То есть, понимаете, что Ну, больше всего мне надо На этот момент работать В той сфере И я очень, ну, как сказать Ну, довольна Довольна о том Что я могу это делать Так что Я надеюсь, что В конце-в конце Мы какое-то решение найдем И, несмотря на всю ситуацию С отношением России И вообще В политике Что в конце-в концов Мы Ну, решим проблему Нашим транзициям Как вы знаете Это вторая Большая отрасль В Латвии И в этом отрасли Работает почти 80 тысяч Наших жителей Это очень-очень важно И если кто-то там Не понял это Ну, тогда еще Работа не окончена Ну, занимая Такую высокую должность Помимо этого Вы жена Вы мать Вот как удается Совмещать Действительно Семейные обязанности С работой Ну Я очень открытая Я могу сказать И все женщины Меня поймут Не всегда удается Потому что В конце концов Ты женщина Тебе Очень много Должностей в жизни Да Бить женщиной Во-первых Несмотря на твою должность Во-вторых Ты жена Да И ты мама Три статуса у тебя В жизни Да У каждого Вообще У мужчин тоже Такие Как сказать Background Такие серьезные статусы Муж 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 Больше Бить вместе В семье Но Ну ничего Все уже привыкли Как сказать И понимают Что это должно Ну я должна Так жить Так работать И если я не буду Это делать Тогда я не буду Инга Так что И я Ну то есть Если есть какие-то Выходные И Другие какие-то Дни По вечерам Я вместе С семьей С детьми И ну тогда Вместе Ну Поговорим Ну всегда такие Ну разговоры Вечером И всеми как-то Друг друга понимаем Да И у меня очень хороший муж Спасибо ему Я надеюсь Что он слушает Что Что он тоже Несмотря на мой характер Он Понимает меня Ну вот скажите Транзит обычно Считается такой Мужской Мужским бизнесом И Как вам Вот женщине Среди мужчин Вот насколько это Комфортно Чувствовать себя Знаете В Европе Я была В Брюсселе Там был такой форум Women in Transport Специальный форум Присутствует комиссар Транспортного Комиссара Да Женщина тоже В Европе В этом отрасли Работают 12% Женщин Это очень-очень мало Если мы так смотрим Да Но Нет Это Это уж Мужской Такой Процесс Да Ну знаете Я в Латвии Как-то не чувствую Что Из-за того Что я женщина И несу платье Что было бы Какое-то Отношение Другое По-моему Не повезло Просто С людьми Которые Ну В моем округе То есть Конечно И в министерстве И по железной дороге Там все Ну почти все Мужчины Да Но знаете Иногда То что я там Женщина Знаете Это как Даже лучше То есть включить Женское обаяние Конечно Я стараюсь Я стараюсь Да Но это Какой-то Немножко инструмент Для нас Женщин Да Работать Немножко На чувства Так что Не всегда так плохо Я думаю Что если Вот Женщина Это мать То есть По инстинктам Она всегда Будет бороться Ну За своих детей За свою кухню Да Она всегда Будет бороться То есть Женщинам Надо Дать Возможность Работать А не Сделать все Абсолютно все Чтобы было лучше Так что Ну я надеюсь Что в транзите Будет еще Больше Женщин Которые Вот со мной Могли бы Вот Идти в фронт В рамках Нашего прошлого Телефонного интервью Мы говорили На разные темы В том числе Затронули Такую Ну Достаточно Серьезную тему Как Бедность В нашей стране Увы Вот Может Вы как-то Могли бы Прокомментировать То есть Мы знаем Что В принципе Вы знакомы С этим Тоже Не понаслышке То есть В принципе Вы Не тот Человек Который Рассуждает О том Нет хлеба Пусть едят Пирожные Как говорила Там Антуанетта Знаете Это Очень Очень Трудный Трудная тема Очень Трудная Потому что Ты не можешь Сразу Это Решить И Бедность В таком В огромном Числе В Латвии Она Разрушает Нашу Страну Я так Считаю Потому что Если Омбуд Наш Говорит Что в бедности Живут На уровне На уровне Бедности Почти Почти 600 тысяч Человек Наши Жители То Знаете Есть Милитарная Безопасность То Социальная Безопасность Также Важна Потому что Если Человек Ну Как сказать Бедный Но он Не Вижет Какую-то Цель Ему И с ним Очень легко Манипулировать Потому что Если Если У Семьи Детей Вы знаете Как Вот Мама Или папа Как он будет Бороться За того Чтобы Бить Еда Я не знаю Квартиру Заплатить Платить за квартиру За Чтобы У детей Било хорошо Знаете Они готовы На все И С такими Людьми Вот Можно Политикой Манипулировать И Вот Идет Опять Выборы И дать Как Опять У вас Будет Лучше Мы же Видим Что Лучше Ничего Не Произошло Я на этот Момент Думаю Что Если Данные Такие Как я Слышала В прессе Я вижу Это Когда я Еду В Таус Я вижу Своих Знакомых Я вижу Какая Ситуация То Это Уже Социальный Вопрос Социальной Безопасности В Латвии Об этом Надо Говорить Хорошо Милитарная Но Извините Кто Будет Патриотом И пойти Пойти на фронт Чтобы защищать Своё государство Если он Бедный Если Ему Все равно Это Мы слышим Но Все равно Так что Я думаю Что на этот Момент Любому Политику Который Там Сидит Сегодня И будет Сидеть После 6 Октября После Выборов Это Первый Вопрос Государства Это Приоритет Должен быть В Латвии На этот Момент Должен быть Самое главное Министерство Это Лапклаебас Министерство Все Все Остальное Двигается Сам собой А вот Над Социальной Безопасностью Бедности Что происходит Нашими Семьями Детьми Животными Даже Что мы видим Что происходит Потому что И там Ни к чему Упрекать Вот мы Дожили до того Мы дожили Вот У нас Все в порядке Там Не знаю Может быть Числы Вот мне говорят Вот наша Экономика Растет Какая экономика Это ваша Какая-то Экономика А поезжайте Там Вот Я была Коцианой Две недели По-моему Назад Я жила Там Раньше С мамой Вместе Когда она Там Работала В детском саду Я помню Тоже Эти Время Там Извините Там ужас Да Вот мы живем Здесь в Риге Это Другой Вообще Реалитет Вот я поехала Там Посмотрела Ну То есть Это Разрыв Между Большим Одним Большим Городом Столицей И регионами Очень Да Очень Очень Это Очень Очевидно То есть Две Реалитети У нас Говорят Что у нас Дюкопия Ну Государство Как по-русски Ну То есть Двухобщинная Да Да Ну Я не говорю Я говорю Что есть Люди Которые Могут Нормально Жить Не Выжить А есть Люди Которые Даже Не Вживают Они Там Не Знаю Ну Даже Не знаю Как Сказать Это Я не хотела Вот на это Ну Сегодня Да Завтра У нас Праздник Да Ну Как праздник Но Это тема Которая Очень Очень Актуальна И об этой теме Очень надо Говорить Я смотрела Вот Билл Омбуд Там В Сайме Сказал Что есть Такие числа И что дальше Да А нам Все равно Это практически Треть Получается Населения Да Очень большое Количество Конечно И вы знаете Это семьи Там Где Один родитель Мама Или папа Ну В большинстве Это мама Только Я просто знаю Эту ситуацию У меня Родственники В такой ситуации Там Где одна Мама Только И мама Учительница То есть Мама Учительница Вы понимаете И ребенок Это невозможно Выжить Даже Да Ну Так что Ситуация Очень такая Ну И Это во-первых И во-вторых Эти наши Пенсионеры После 65 лет То есть Очень огромное Население Число Очень-очень Большое Число Наших Жителей То есть Те же Женщины Которые Родили Кормили Нас То есть Наши Наши Политиков Они Вот В бедности Большой Большой В бедности Как вы думаете Что необходимо Сделать Для того Чтобы Эту ситуацию Исправить Ну вот Какие-то Самые Основные Главные Шаги Чтобы в нашем Государстве Стало Немного Легче Лучше Жить Ну спасибо Тем Людям Которые Стараются И вот Этому Омбу Тоже Большое Спасибо Ему Потому что Он Говорит Послушать Он Говорит Правду О Ситуации Какая Ну во первых То что я Всегда Говорю Во первых Это Любить Работать И любить То что ты Делаешь И верить К тому Что ты Делаешь Но во первых Я думаю Что Социальная Безопасность В Латвии Должно Бить Приоритетом Государства На этот Момент Потому что Нет На этот Момент Нет Ничего Важнее Чем Чем Работать Над Нашими Семьями Работать Над Нашими Людьми Чтобы Они Чувствовали В этом Государстве Ну Хотя бы Нормально Что Какой-то Целью Какой-то Что Пониманием Что завтра Будет лучше И знаете Что Даже Одно Это Социальная Безопасность Но знаете Что я Слышала Что Я хочу Проверить Если Ну Если Так Знаете Люди Наши Люди Отказываются От государства То есть Гражданства Наше Латвийское Гражданство Чтобы получить В пенсию Россию Ну Вот Дожили И вы Понимаете Почему я Говорю Что социальная Безопасность Это Очень важно Для государства То есть Нам надо Решить Эту Проблему Потому что И не к чему Прекать Этим Людьми Потому что Если он Может Получить Пенсию В России И работать В Латвии Одновременно Он получает Ну как Две Заплаты Он как-то Может Двигаться Вперед И помогать Детям Учиться И маме Помогать Потому что Она тоже Пенсионерка И ничего Не получает Так что Это Очень Очень важно Понимать Серьезность Этой ситуации И Я очень Я могу Только Ну Как Гражданка Ну Говорить Правительство Ну то есть Привлекать Внимание К этой Проблеме Это приоритет Когда это Был бы Приоритет Государства Тогда Можно И Пересматривать Все Нормативы Чтобы Ну Эту Проблему Решить Нам Надо Было 2% Для Милитарной Ну да Для То есть Ассердзипс Да На оборону Выделять Тоже Надо Работать В том же В таком же уровне Надо Работать Над Социальной Безопасностью Потому что Это гораздо Важнее Чем На этот Момент Чем Другие Вопросы Потому что Люди Это все Видят И понимают Я уже говорила Это может Очень громко Сказано Но я абсолютно Уверена Что Бедность Нищета Это Как сказать Угроза Угроза Демократии Угроза Государства Как такой Потому что Ну мы видим Что происходит Вообще В других Странах Я не говорю О Европе Я говорю О других Странах Где Есть проблемы Ну люди Как говорится Голосуют Ногами То есть Они просто Уезжают Туда Где они Могут Найти Работу Они Уезжают В том числе Из страны Сначала Происходит Отток Из села Из деревень Из небольших Поселков И это тоже Очень большая Проблема Которая Ну да Вот знаете Когда вот Наши политики И чиновники Говорят О том Что Надо опять Какую-то реформу Это Как сказать Слово Вообще Уже Раздражает Да Потому что Каждое движение У нас в Латвии Реформа Несмотря Что это Должность Просто Да Это не реформа И когда мне Говорят Что в Латвии Надо административно Территоральную Реформу То есть 21 плюс 9 То есть 9 города И там 21 там Район Как сказать Да Я абсолютно Против Абсолютно против Такой реформы Если Если нет Плана Что делать Нашими Нашей землей Нашими Ну Адлаукем Ну то есть Да-да-да С нашим Да Силов Да Как удержать Там людей Потому что Если будет В таком На этот момент Такая реформа То это будет Как В котором году Когда была Приватизация Когда был Вот первый Ступень Это Приватизация Поделила Наше Государство Богатые Белые Это был Первый Шаг И если Теперь И там Да Тогда было Очень много Шагов Которые Поделили Наше Общество Разделили Почти Да И у нас Нету Среднего Уровня Даже И если Будет Такая Реформа На этот Момент Без Плана Что Делать Там В районах Это будет Следующий Шаг По Вот в том же Движении Будет Люди Которые Живут В городах Больших В городах И люди Как и это Там Да Не знаю Гетто Извините Что я так Говорю Так Но Если Я поезжаю В районах Я это вижу Ну вот Чтобы не заканчивать Может быть На такой Грустной Ноте Это даже Не грустно Это подвигает Что надо Ну как Идти И бороться За это И против Против Бедства То есть В принципе Ну я понимаю Что это Самая главная Проблема Не прятать Голову В песок Не уходить От этих проблем Не закрывать Глаза Не говорить Что мы Не видим Не хотим Знать То есть Знать Что есть Такие проблемы Это в принципе Первый шаг К тому Чтобы с этим Бороться Конечно Это очень Очень важно На этот момент И не только Для нас Это понять Очень важно Что это поняли Люди Которые принимают Решения Да Инга Но все равно Чувствуется Насколько Вы сопереживаете Этому всему Что для вас Естественно Это не Все Не безразлично И Я также Хочу еще раз Восхититься Тем Насколько Вы умеете Совмещать Ваши Вот Прекрасные Внешние данные И работу И вы настолько Энергичны Да Вот может быть Какой-то там Совет нашим Слушателям Как вот с утра Что вас вдохновляет Вот с самого раннего утра Как вы вот просыпаетесь Находить силы Для того чтобы Идти на работу Для того чтобы Идти на работу И решать такие Глобальные Большие проблемы Во-первых Посмотреть в окно То что там Все в порядке Там все спокойно Если солнце Ой Это так приятно Что уже День Будет хороший Да Во-вторых Ну Знаете Я стараюсь Я стараюсь Очень трудно Иногда бывает Потому что Трудные решения И Ну Не всегда С тобой люди Которые Ну Думают так же Как ты Потому что Они разные очень Да Я очень Очень стараюсь Бить позитивно И несмотря на ситуацию Это во-первых И во-вторых Ну знаете Как Знаете Иногда Когда ты идешь В какую-то цель У нас всех Есть какие-то Цели Пути И Знаете Иногда Просто Надо закрыть Чтобы ты не видел Что происходит Там Снаружи Потому что Есть ситуации Когда тебе мешают И иногда Просто Идти К своей Цели Несмотря ни на что И верь Тому Что ты делаешь Если ты не веришь И иди Это самое главное И если ты не веришь Тебе И не иди Это не твой путь Если ты веришь И даже не выходит Сразу Ничего Если ты веришь Ну Добьешь Абсолютно Уверена Гарантию Даю Ну что же У нас Сегодня в гостях Была Инга Антон И присяжный адвокат Президент Ассоциации Балтийской Транспорта И логистики И Конечно Мама Двоих детей И замечательная Прекрасная женщина Мы желаем вам удачи Желаем удачи В ваших делах Желаем в том Чтобы Ну вот как-то Ваша энергия Помогла Нашему государству Принимать верные решения Оказывать какое-то давление Может быть На политиков Потому что я понимаю Что без этого невозможно Мы должны Наверное Заявлять Говорить О своих проблемах О своих правах Для того чтобы К нам прислушивались Политики Если мы будем молчать То тогда ничего не произойдет Они не будут знать Да Так что Абсолютно согласна Говорите о том И старайтесь И верите Верите тому Что вы делаете Спасибо вам большое Спасибо вам До свидания